Ивановский эмбудсмен, как и его коллеги из других регионов, в четверг встретился с президентом. Своими ощущениями от беседы с первым лицом государства он поделился с журналистами. Во-первых, нам всем понравилось, что президент был в очень серьезном рабочем тонусе. То есть, как бы, он очень живо реагировал на все наши вопросы, на все наши выступления. Фактически сам записывал в блокнотик, сам же потом отвечал и комментировал. То есть, никого не подзывал, ни с кем не советовал, столько раздавал поручения. Двухчасовой встречи не хватило для того, чтобы озвучить все интересующие вопросы. Но самые основные из них эмбудсмены смогли задать Владимиру Путину. Туда вошли в том числе и вопросы, которые я, как уполномоченный, ставил перед президентом. То есть, это прежде всего вопрос жилищный, обеспечение жильем категории населения, которые имеют на это право. Здесь в первую очередь речь идет, конечно, о детях-сиротах, о жителях аварийных домов, значит, о военных и ну и так далее и тому подобное. Этой проблемой, считает президент, должны заниматься местные власти, причем ставить ее превыше всего. А задача эмбудсменов на местах – проконтролировать ситуацию. Что касаемо нашего региона, была озвучена проблема с выплатой заработной платы при банкротстве предприятий. Сейчас к печально известному спиртзаводу Петровский добавились еще должники. Сейчас свежая история, значит, о губ облдисхоз, не выплаты, значит, заработной платы несколько лет, там конкурсное производство, значит, конкурсное управляющее, имущество не может согласовать с кредиторами его цену. Люди страдают уже третий год. То есть, здесь президент сказал, что этот вопрос будет решен прямо в ближайшее время, потому что он сам замучился уже решать подобные вопросы. Он и в Пикалеву рассказывал в ручном режиме, что нужна четкая, совершенно законодательная норма, защищающая работников. Все остальное, там государственные долги, он говорит, фиг с ним, мы потерпим, но люди не должны страдать. Вот это, я считаю, очень важно, если это будет, это уже будет, уже не зря мы с ним встретились. Наталья Романова, Олег Мелехин, РТВ Иванова.